Здравствуйте, я Эдуард Тополь и сейчас я вам прочту рассказ, который называется «Женитьба карлика». В 1975 году в Америке вышел великий фильм Милоша Формана «Пролетая на гнездом кукушки». В Советском Союзе премьера этого фильма состоялась только через 12 лет, но нам, кинематографистам, этот фильм показывали сразу. Как только он вышел на западе на экраны, организация «Совэкспортфильм» просто украла копию фильма и показывала его нам в крохотных на 30 человек кинозалах Дома творчества Болшева и Репина. А когда смотришь какой-нибудь замечательный фильм, тогда хочется тоже замахнуться на что-то значительное. Я решил написать сценарий о советской психиатрии. Но мне было уже 35 лет, я был уже взрослый мальчик и понимал, что, скажем, фильм о диссиденте, которого власти упрятали в психушку и колют всякой отравой, как Джека Николсона в американском дурдоме, сделать мне не дадут. Больше того, за такой сценарий могут и самого упрятать в Кащенко. Поэтому я обратился к знакомому фидерскому профессору-психиатру с просьбой помочь мне с сюжетом. Ну, рассказать какие-нибудь бытовые или любовные истории из его врачебной практики, не связанные с политикой. Он сказал, что как главврач в психбольнице, он может рассказать мне хоть сотню таких историй. Но при условии, что я дам ему честное слово, никогда не называть его фамилию и название его клиники. Ну, сами понимаете, я дал ему такое слово, и поэтому даже сейчас, спустя столько лет, я вам не назову его фамилию и название его клиники. А вот историю пересказать могу. Однажды в его клинику, а это была известная психиатрическая клиника в Ленингарде, извините, поступил один больной. Это был карлик, который окончил Академию художеств, и которого там считали новым левитаном и воснецовым в одном флаконе. При этом, во время учебы в Академии, да и после нее, он жил с матерью в полной нищете. А для того, чтобы хоть как-то зарабатывать, он начал подхалтуривать, делать противопожарные плакаты. Оказалось, что изготовление противопожарных плакатов – это просто золотое дно. Он стал на этом зарабатывать большие деньги. И тогда ему пришлось делать выбор. Стать бедным Квазимода, но богатым. Но великим художником, извините. Или быть богатым, но рисовать противопожарные плакаты. И он выбрал плакат. Стал писать их пачками и прекрасно себя чувствовал. А мама у него была такая хваткая женщина. Раньше она жила за счет папы, который был богатым человеком. Но он рано умер, и они обеднели. И теперь она стала жить за счет сына. Плясалого, круг него. Но не из большой любви. А исключительно потому, что он стал много зарабатывать. И давал ей возможность безбедно жить в нищем Советском Союзе. Между тем, несмотря на то, что этот художник был карликом, человек он был молодой. Ему нужна была девушка. И он решил жениться. Но он понимал, что если он приведет к маме свою будущую жену, одобрения он не получит. Поэтому он встанет от мамы, нашел бедную провинциальную девочку, которая, видя его деньги и питерскую прописку, согласилась выйти за него замуж. Их расписали в ЗАГСе. И после этого он привел ее домой в качестве уже законной жены. Мама, увидев, что источники ее существования переходят в другие руки, закатила чудовищную истерику. Чтобы избавиться от маминых криков, они заперлись в спальне. Но мама и под дверью спальни устроила такую чудовищную, устроила такую чудовищную, как чудовищно-кошачий концерт, орала всю ночь, не давала им спать. Естественно, что пока он за девушкой ухаживал, она с ним не спала. И теперь должна была состояться первая братьяная ночь. Но в таких условиях она была невозможна. И наутро несостоявшаяся жена сказала карлику, что он половая тряпка, гном несчастный, и жить она с ним не будет. Хлопнула дверью и в тот же день подала заявление на разум. А у карлика от этого произошел нервный срыв, депрессия. Он лег в психиатрическую клинику. И тут возникли две возможности. Или лечить его с помощью психиатрии, то есть инъекциями и таблетками. Или с помощью психоанализа. И моему консультанту показалось, что это как раз тот случай, когда человека можно вылечить с помощью учения Зигмана Фрейда, который в Советском Союзе был, конечно, запрещен. Но мой консультант решил рискнуть. Уж больно ему, как талантливому врачу, хотелось на практике проверить метод Фрейда. И он стал проводить с этим карликом собеседование. Выяснил его историю с мамой, установил причину его болезни. И сказал, слушай, если я тебя таблетками начну пичкать, то на какое-то время ты поправишься. Но причина болезни не исчезнет. Спасти тебя по-настоящему можно только одним способом. Ты должен переломить ход событий. Ты хотел жениться? Это сорвалось? Значит, ты должен жениться еще раз. Карлик стал плакать. Как я могу снова жениться? Кто за меня пойдет? Я с таким трудом нашел одну девочку, еле-еле ее уговорил, и та сбежала. Кто на меня посмотрит? Я же художник. Я понимаю, что такое красота. А я такой урод. Но мой консультант со свойственным психоаналитиком, напором стал говорить, ничего подобного, какой ты урод. Ну, ростом не вышел. Ну и что? Зато ты талант. Посмотри на себя. Расправь плечи. У тебя вообще есть какой-то костюм, галстук? Если нет, я помогу. Да у меня денег навалом, доктор. Сказал Карлик. Я могу все купить. Вот и давай. Знаешь что? Давай я выпущу тебя на один день из клиники. Сади в магазин. Оденься прилично. Ты же художник. Создай себе образ. Вид настоящего артиста. И отправил Карлика. Тот ушел. И через какое-то время вернулся в клинику в костюме, который пришлось, правда, подшивать, потому что у него были непропорциональные руки и все остальное. Но, тем не менее, он уже выглядел вполне сносно. Ботиночки себе купил, шарф, столковую рубашку. Все как надо. Сходил в парикмахерскую, надушился шипром. В общем, стал уже напоминать какое-то мужское существо. И тогда врач ему говорит. Ну вот. А теперь посмотри на себя в зеркало. Помнишь, какой ты был монстр? А сейчас горный орел. Красавец. Теперь тебе нужно быстро снять какую-нибудь женщину. Ты обязательно должен с кем-то познакомиться. Карлик опять скис. Начал конючить, где я ее возьму. А врач говорит. Как где возьмешь? Иди в большой зал Ленинградской консерватории. Там как раз собираются те, кто тебе нужен. Одинокие, интеллигентные женщины, которые хотят выйти замуж. Они там в перерыве по кругу в поле ходят. Гуляют. Но карлик трусил и мыл. Да нет, кто там на меня посмотрит? Врач сказал. Слушай меня. Ты должен выполнять то, что я говорю. Будешь выполнять? Вылечишься? Не будешь? Не будешь выполнять? На всю жизнь останешься настоящим неудачником. Даю тебе на сутки освобождение от больницы. Бери деньги и дуй в консерваторию. Только купи себе билет не на какой-то галерке, от первый ряд, чтобы все видели какой-то какой-то орел. Карлик поплелся к двери. Когда он поплелся к двери, рассказывал мой консультант, я понял, что ничего не выйдет. Он шел, понурив голову, опустив плечи. Это не могло вдохновить ни одну женщину. И карлик исчез. Не на один день, а на два. Врач стал уже беспокоиться. Не случилось ли чего? На третий день приходит этот карлик, глаза горят, Т прямая, смотрит орлом и говорит, все нормально, доктор, все вылечил, такая женщина. Врач говорит, ну я ж тебе сказал, расскажи, кого ты там снял из этих интеллигентов. Да нет, Карлик говорил. Я там посмотрел на всех, все старые по 30 лет. Такие мне не нужны. Я, как вы сказали, купил билет в первый ряд и смотрел в оркестр. А там сидит такая виолончелистка на Мерлин Монро. фигура, лицо, просто класс. Я, когда вышел в перерыве, сравнил ее с этими мочалками в фойе и, конечно, виолончелистка победила. Я решил сделать, как вы мне сказали. А как я сказал? Ну, завоевать ее? И как же ты ее завоевал? А я, как только кончился концерт, сразу побежал в цветочный киоск, взял огромный букет цветов и стал ждать. Она через служебный вход вышла, я подошел к ней и раз, букет, она так разулыбалась, мерила меня взглядом, а дальше? А дальше привела к себе и мы с ней два дня занимались любовью. Врач мне говорит, я ему не поверил. Я решил, что это вранье. Если она действительно красива, как Мерлин Монро, то этот карлик никогда, ни под каким видом, в одной постели с ней оказаться не мог. Но карлик, тем не менее, встал мне рассказывать, как он ее и все прочее. я говорил, ну, хорошо, молодец, вылечился, пора тебя выписывать. Иди в палату, я документы приготовлю, и через пару дней пойдешь домой. и мое счастье, сказал психиатр, что я его в тот же день не выписал. Потому что через день он вдруг пришел опять понурый, словно побитый пес, руки дрожат. Я говорю, в чем дело? Он говорит, в чем, в чем? она меня трипером заразила. И тут, говорит мой друг, я понял, что попал очень серьезно. Если медицинская общественность узнает про мои методы лечения, то мне полный каюк. Я спрашиваю у карлика, так, а ты помнишь ее адрес? Помню. Пошли. Мы сели в мою машину, приехали к дому этой велочелистки. Но тут карлик заортачился. Не хочу к ней идти, видеть ее не могу. А где она живет? Там на третьем этаже, квартира 11. Я, рассказывает мой консультант, поднялся, постучал, она открывает дверь, и что там Мерлин Монро? Это эти описания карлика были ничто по сравнению с тем, что я увидел. Совершенно роскошная девка, по ней Голливуд плачет. Вы такая-то? Да. А я лечащий врач карлика, который у вас был. Знаете, девушка, у вас очень серьезные проблемы. Вы можете пойти по уголовной статье за предумышленное заражение моего пациента венерической болезнью. Он сейчас страдает, может руки на себя наложить. Тут она в слезы и говорит, я вам честно скажу, доктор, понимаете, я недавно болела триппером и занималась самолечением. И когда я подумала, что вылечилась, то мне нужен был человек, на котором я могу проверить, вылечилась я или нет. Но я же не могу на порядочном мужчине проверять. А тут как раз этот, ну я его и взяла, тем более, что он сам напросился, а выходит недолечилась. Врач думает, посылать ее в бен-диспансер нельзя, потому что там она, не дай бог, ляпнет, что переспала с больным, которого я отпустил из психбольницы. Поэтому самым простым решением было положить ее в свою больницу, чтобы она лечилась у меня. Но тут в моем консультанте снова проснулся психоаналитик. Он этой девице сказал, знаете, вы совершили ужасную вещь, вы человека заразили, вам надо с ним выяснить отношения. С этими словами он хлопнул дверью и ушел. Устился к этому рыдающему хмырю, который в машине сидел и говорит, ты мужик или не мужик? Тот отвечает, да какой я мужик, я Карли. Нет, ты мужик, и ты должен сейчас поступить как мужчина. Что я должен делать, доктор? Как что, она тебя заразила? Ты не понимаешь, что в таких случаях мужики делают? Иди поднимись и дай ей в рожу. Тот отпал. Как? Я ударю эту красавицу, эту богиню. Именно этой богине и дай по роже. Избей ее как следует, понял? Она сопротивляться не будет. А если будет? А я тебе говорю, не будет, а если будет, то дай сильнее, чтобы не сопротивлялась. И все время угрожай, что ты на нее в суд подашь, за то, что за тебя умышленно заразила. А когда она заплачет, скажи, что сейчас ты спускаешь ее вниз, сажаешь в машину, привозишь в нашу больницу, и вы вместе будете лечиться, пока анализы не будут чисты, как слеза ребенка. Понял? Иди. тут, господа, я как автор обязан сделать небольшое отступление. Дело в том, что дело же происходило в 70-е годы в Советском Союзе, где бытовая преступность была делом совершенно заурядным. Это сегодня ударит женщину тяжелое преступление, а тогда короче, я как писатель хотел бы смягчить свой рассказ. Но с другой стороны, из песни слов не выкинешь. Этот тип, рассказывал мне мой приятель, консультант, выходит на полусогнутых ногах, а я его подталкиваю в спину и говорю, давай, будь мужиком, дай ей в рожу справа, а потом слева. И карлик уходит наверх. Я думаю, ну все, влип окончательно, лечу запрещенным психоанализом, выпускаю пациента из клиники, они заражают, выпускают пациентов из клиники, они заражаются венерическими заболеваниями, и еще подстрекают избиениями, три статьи как минимум и срок от червонца и выше. Но жду. Минут через двадцать выходит это Мерлин Монро, вся в соплях, с теняком под глазом и тихая, как собака побитая. А этот орел вытирает кулаки, мокрые от ее слез и сопли и говорит, так, быстрее, давай сюда, в машину. То есть он еще командует. Я вообще обалдеваю, поскольку это же богиня, которая привыкла, что мужики за один ее взгляд готовы все отдать. А тут этот карлик орет на нее, быстрее шевелись, дрянь подзаборная, машину. Думаю, так, правильно психоаналитическое лечение проходит. Сажаю их в машину, привожу в клинику, ее в одну палату, его в другую, звоню знакомому венерологу. Тот присылает медсестру, им делают уколы. Через пять дней они уже полностью излеченные. И я этому карлюху говорю, ты уже орел, на выпуску можешь идти, я тебя поздравляю. А орел говорит, не с тем поздравляете, доктор, а с чем тебя поздравлять? Можете меня со свадьбой поздравить, мы женимся. Кто женится? На ком? Я женюсь на этой велончелистке. Пока нас кололи, я ее убедил, что лучшего мужа в нее не будет. Я, сультан мой, ушам своим не поверил. Думаю, тут какая-то провокация. Баба им просто напугана. и говорю, так, иди пригласи ее ко мне. Они приходят вдвоем, я этого карлика отсылаю, а ей говорю, слушай, он мне сказал, что сделал тебе предложение, и ты его приняла. Да, говорит, а что делать? Меня все драхают, а жениться боятся, говорят, ты для жены слишком красивая, а этот не боится, ну, карлик, конечно, но с другой стороны, клянется, что с квартиры и обеспечены, правда обеспечены? Да, говорю, обеспечены, вот видите, она говорит, и в постели он вполне приличный, а что еще женщине надо, и по бабам он ходить не будет, поскольку, ну, кто же ему даст? Так что я приняла его предложение, я, говорит, мне мой консультант, сижу и ушам не верю, это Мерлин Монро, богиня, на которую даже я не могу глаз поднять, согласно выйти замуж за карлика, теперь я этого карлика вызываю и говорю, а как ты собираешься на них жениться? Ну, как отвечает, пойдем в ЗАГС, все оформим, хочу вас попросить быть у нас свидетелем? Свидетелем я, конечно, могу быть, но ты отдаешь себе отчет, что тебя дома ждет? А что? Ну, маму свою помнишь? Тут у карлика лицо изменилось, он опять паник, то есть у него эти переходы от горного орла к половой тряпке были мгновенны, но врач ему говорит спокойно я твой учитель жизни ты с этой красавицей разобрался и с мамой разберешься а я тебе помогу в срочном оформлении брака а то там ждать нужно больше месяца пиши заявление что у тебя срочная командировка за гранией да я никуда не езжу говорит карлик кто меня карлика пустит ну тогда зови эту свою манру пусть она напишет что симфоническим оркестром едет за рубеж она приходит и под мою диктовку пишет в связи с гастролями за рубежом прошу срочно оформить брак а у меня сказал мой консультант была любовница заведующая загсом я ей позвонил она прямо в больницу привезла все анкеты они все тут же в клинике запомнили и через пару дней мы поехали в загс я был свидетелем со стороны жениха а со стороны невесты свидетельница была заведующая загсом потому что эта манру отдавала себе отчет за кого она выходит ей было стыдно кого-то из подруг пригласить а может у нее не было подруг откуда у богини подруги короче вся эта церемония быстро закончилась после чего молодые убыли домой они рассказывают рассказывают мой консультант уехали моя роль кончилась я человека вылечил но я еще в загсе гадал куда он повезет ее на первую брачную ночь если к ней на квартиру то значит комплекс неполноценности у него опять появился это в нем не погашено а мне же главное вылечь и я ему сказал ты все-таки мне позвони и расскажи как и что на следующее утро раздается звонок пациент говорит большое спасибо товарищ главврач все в порядке а что в порядке где вы спали ну как где у меня дома а мама ну понимаете доктор какая вещь я вам как мужчина мужчине скажу женщины главное психоанали мы когда пришли и двери открыли я говорю мама знакомься это моя жена мама в крик а я маме в глаз и что вы думаете мама как шелковая утром нам завтра принесла и в дальнейшем сказал мне консультант это был действительно прочный брак они до сих пор вместе живут и мама смирилась что она не главное ухаживает за ними так я с помощью психоанализа вылечил человека без всяких таблеток тогда я ему говорю я все понял вашей истории доктор кроме одного вы как психиатр вылечили бы этого человека с помощью таблеток и никому бы не принесли вреда а как психоаналитик вы вылечили его но морально уничтожили его маму и уложили красавицу в постель карлику карлик сказал извините консультант сказал вот в этом как раз и разница между психиатром и психоаналитиком психоанализа кто платит на стороне того и врач но вам дорогой я как мужчина мужчине могу еще одну вещь сказать у меня в качестве пациента побывало очень много женщин может быть несколько тысяч так вот только таблетками без психоанализа женщине помочь невозможно это научно доказанный факт который вам подтвердит любой врач и даже любой карлик честно вам скажу мне тогда так понравилась эта история я решил Мерлин Монро у меня в фильме будет играть Лариса Удовиченко врача-психиатра конечно Валя Гав мать карлика Валентина Талызина а карлика мы найдем в московском цирке но вскоре после разговора с питерским психиатром я эмигрировал из Советского Союза и сценарий по этому сюжету не написал о чем до сих пор жалею спасибо за внимание